Ну что, мы продолжаем. В этом цикле, собственно говоря, планы каковы. Он не будет таким большим, потому что у меня времени нет слишком долго записывать. Наверное, несколько серий всего лишь выйдет. Ох, сюрприз какой, Герберы. Добро пожаловать. Вместо того, чтобы отвоевать свою провинцию, вы сюда пришли и ринулись на Карфаген. Странный эффект, но, пожалуй, он будет вам стоить государство. И на этом вы со своей карьерой в данном прохождении попрощайтесь. Каковы еще планы? Продвигаться, задавить франков, наверное. Там у нас тоже есть различные угрозы. Их нейтрализовать, конечно же, поработать с Восточной Римской Империей, разобраться. Ну, в общем, все как обычно. Мы давим, давим, давим до той поры, пока мы точно не будем уверены, что все, у нас уже нет равноценного противника на карте. Однако, есть еще у меня один такой момент. Собственно говоря, занялся я так вплотную модами. И на Рим занялся вплотную модами. Ну, вы видите, и на Медевил. И моды, честно говоря, мне нравятся гораздо больше, чем Ванила. Во многих отношениях, потому что и баланс в модах как-то получше. Да и вообще все интереснее сделано. По многим направлениям. Однако, мод, вы помните, что я обещал мод на Александра найти. Я его нашел. Такой, можно сказать, он не сильно популярный. По крайней мере, на наших просторах. Ну, так как Александр у нас и не издавался на наших просторах. Русскоязычный, насколько я знаю, да. То есть, не было такого издания. Ну, его потом уже вроде бы перевели частично. Но, тем не менее, с этим были проблемы определенные. То, как бы, и сам аддон Александр был не сильно популярен. Ну, и, честно говоря, он был халтурным. Этот аддон, это наверняка все признают, что аддон был реально халтурным. Во многих отношениях. Ну, по сравнению хотя бы с тем же нашествием варваров. Поэтому я начал искать моды. Да, вот мы добрались до сарматов. И теперь будем их давить. Настала очередь сарматов. Ай, ё-моё, я забыл. У нас еще тут надо армии формировать, чтобы остановить этих ломбардов. А я ерундой какой-то занимаюсь. Да. Забыл об этом деле. Кстати, по историческим направлениям мы обсудим совсем немного. Мы здесь обсудим Германариха. Очень важную личность. Вождя Астготов. Или Астроготов, как их называли. В принципе, это такая ветвь даже готского племени. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если, допустим, и писать какую-то его биографию, то это выйдет только в фантастическом стиле, во многом додумывая многие вещи Но тем не менее мы затронем эту личность Я знаю, что еще можно затронуть множество других Теодориха и других лидеров Готов А так, в данный момент Германариха мы затронем в этом цикле и об Аланах немного поговорим Хотя Аланы, по сути, частично мы о них уже рассказывали в связи с Сарматами и Скифами Но стоит их и здесь упомянуть А потом более подробный рассказ наверняка у нас переходится на Средневековье Так как именно в Средневековье, во время монгольских татарских нашествий, они сыграли важную роль Но стоит их упомянуть И поэтому закроем вот эти два момента Теодорихи, остальные ребята, тоже важные личности Но мне кажется, мы когда-то будем еще какой-то мод проходить на эту тему Такого вот Средневековья, пятый, шестой, седьмой века Сосредоточимся именно на этом времени И тогда подробнее уже поговорим об этих личностях Потому что, по сути, мы наше прохождение так тянем к концу, к завершению И я бы хотел еще успеть, несомненно, гунов обсудить полностью Кого еще? Ну, еще несколько племен Славянские племена снова же оставим на прохождении конкретных модов по этому делу Тут уже я собираюсь пройти Посмотрим, это будет или Русь Total War, или Владная Сталь Total War И в рамках этого прохождения уже будем говорить о происхождении, о Средневековье Ну и о всех таких перипетиях в жизни русских, славянских, славянских племен Да, ну, в жизни Киевской Руси и остальных государств славян Пока имперские у нас наводятся порядки Везде пока строятся здания Давайте, наверное, немного подумаем над тем Что можно предпринять в отношении ломбардов С одной стороны, можно их водить, снова же перед городами сжигать То есть, они будут нападать на наши города Их пытаться захватить А мы просто-напросто будем их так уменьшать численность С другой стороны, у нас сейчас империя находится в такой стадии Что мы можем себе вполне позволить создать несколько стеков И разбить их непосредственно на поле боя Сказать, что это будет очень легко, я бы не сказал Конечно, будет сопряжено это с определенными трудностями Но, тем не менее, все возможно Ну и, конечно же, берберы Стоит разобраться с последним государством берберов Если бы у нас побольше стек вышел из Тингия Что сейчас мы, наверное, и сделаем То мы бы уже добрались, в принципе, до последнего их города Какой он там, Демиди или что там за город И тогда, элементарно, осада с Карфагена снялась бы автоматом Если бы мы захватили Демиди Ну, так как этого не произойдет Придется претерпеть еще одну осаду Карфагена Такую отчаявшуюся, отчаянную осаду И все, и попрощаться с берберами Так, что же касается Германариха Важная личность Эта личность вообще легендарная, по большей мере И снова же я хочу подчеркнуть Что именно этот период, этих 5-6-7 века Это даже больше с 3-го, наверное, века Это формирование всех этих германских легенд Сказаний Всего этого легендариума скандинавского Который связан именно с этими событиями Отчасти героическими Отчасти неповторимыми Отчасти действительно настолько масштабными Что трудно уложить это даже В одни из самых масштабных событий В истории Римской империи Почему? Потому что, ну, битва, например, при каталонских полях Но это мы оставляем на гунов То есть позже об этой битве мы поговорим Тем не менее, такое яркое событие И сам Германарих является таким себе своеобразным ярким событием Вот что интересно Смотрите, что у нас произошло Мы изгнали фактически франков И теперь осталось 4 стека Переселение народа снова же у нас Появились стеки этих франков Били-били, не добили называется Ну что ж, теперь у меня есть большое желание их добить Уничтожить полностью Чтоб с франками мы больше не сталкивались Это наша задача Уничтожить основные племена Чтобы они больше не грозили римским границам Для этого, мне кажется, у нас есть два направления Первое, это снова же встречать их на мосту Ну и второе в городе Пожалуй, постараемся распределить так Как-то равномерно Этот момент И подогнать сюда войска Надо подгонять войска Мы этим не справимся Наверняка В городе, видите, я минимум оставляю По крайней мере, пока они будут осаждать У нас будет возможность подвести подкрепление И вопрос этот решить силы Основное же войско я не хочу запирать Особенно кавалерию Смысл в городах ее запирать нет В чистом поле вы знаете, что это гораздо эффективнее сила Поэтому мы будем и работать с ними Таким вот образом Блин, полководцы все Все какие-то нехорошие получаются для города Жестокие Слишком много у них жести Что же делать Как же лучше сделать этот весь вопрос И куда нашу армию На мост поставить, да Такой себе Замануху сделать Пускай они, ребята Постараются нас атаковать Блин, не дойдет лучник Придется поэтому на мосту их закрепить У нас как раз есть Вы видите подкрепление Которое мы можем сейчас непосредственно на мосту Зафиксировать Ай, уже не можем Да Так, а что у нас тут Нет, все нормально С этим все нормально А, не все нормально Есть Мы можем Нет, не можем освободить Можем освободить Вы видите, освободили еще и место свободное Отлично Освободили место свободное Интересно Снова же тавтология Готово Ого, здесь у нас еще войск Так, как бы оптимальнее это все сделать Ну пускай стоит на мосту А теперь можно пособирать Какие-то войска здесь Сюда нам тоже нужны войска В этом направлении Как бы так правильнее их все распределить Чтобы не ошибиться И чтобы Зафиксировать наше положение везде Смотрите сколько флота повстанческого набралось Представляете, что было бы Если бы мы сунулись туда в эти моря Что касается мода на Александра Я обещал, я сделаю То есть нашел этот мод Трудно было маяться с установкой Собственно говоря Там инструкция конкретная Но там есть несколько нюансов Плюс, к сожалению, основной недостаток этого мода Все хорошо В общем-то громадная карта Завоеваний для Александра Много возможностей Иконки поменены В общем, все красиво Все суперово Графичка подналажена Он состоит Этот мод Александр Total Overhaul Он состоит из других модов То есть набрали туда иконки Все остальные вещи Единственная проблема Что я так заметил Что он нестабилен Поэтому мы будем проходить в нем Только короткую кампанию Однозначно Без всяких нюансов Потому что записывать придется такими рывками Посмотрю, как это вообще будет Я попробую В принципе Много интересных моментов Единственная проблема Вы видите Вот по бокам Здесь Есть границы То есть оно не в полном разрешении Снимает Проблема в чем? Проблема в том, что когда вы Устанавливаете какие-то моды Или аддоны На оригинальный рим Происходит Нарушение файла Preferences По-моему он называется То есть предпочтение В графике И к сожалению Несмотря на те рекомендации Которые даются в интернете Как можно восстановить этот файл Чтобы было полное разрешение Например я играю Чтобы было 1366 Например Или 1680 Чтобы это было разрешение Там нужно переставить Просто в этом файлике Preferences Нифига не действует У меня нифига не работает Переустанавливать ради этого Все игры Серии К сожалению не буду Почему? Потому что Еще перед тем Как бандикам снимает Нужно Наладить Правильную систему съема Есть у него некоторые Капризы В отношении Вообще этих Total War То есть например Ну я уже говорил об этом Не ставить Некоторые настройки Там дым по моему не ставит Или тени не ставит Иначе начинает мелькать Эта съемка бандикама Короче все эти нюансы К чему я веду К тому что К сожалению И в съемке этого Александра Будут по бокам Вот эти небольшие полосы Потому что Не смог я Добраться До того родного Разрешения Я долго копался Несколько часов С этой проблемой Пытался ее разрешить В принципе параллельно Конечно же И другие проблемы Решая мода Но тем не менее К сожалению Учитывая то Что при смене Малейших настроек В меню В видео меню Меняются однозначно И остальные настройки И еще один нюанс Вы понимаете Что мод Александра Этот который Однозначно Когда ставится Он сам меняет Эти настройки То есть Тут безвыходная ситуация Фактически По крайней мере Не знаю у меня Может быть у кого-то Это все получается И нормально Но я так и не нашел Этого решения Хотя вроде бы Оно простое На других играх Применяется И разрешение Когда я менял В этих настройках Преференсы Всегда работал Например тот же Властелин Total War Мы проходили Что я делаю Да мне интересно Проэкспериментировать Посмотреть Что у них Во-первых За войска Ну а во-вторых Как по соотношению Нашей мизерной силы К их войскам Мы сможем справиться Мы не сможем Конечно же Справиться Но тем не менее Я настолько обнаглел Что пытаюсь Это сделать И еще один момент В том моде Александра Такой интересный Там карта Сражение Непосредственно Тактическая Она непривычная То есть Она больше походит На то Когда видеоролики Вот вы снимаете И при съемке Ну в самой игре Непосредственно Есть запись битв И когда эту битву Сняли То карта Мини карта Вверху Выводится И менюшечка Такая Можно сказать Обрезанная По всем параметрам Вот там То же самое Непривычно играть В этом отношении Ух ты развалина Какая Вы смотрите Тут когда-то Где-то Кто-то пробегал Построил Ну а потом Конечно же Племена Разрушили Дикие времена Жестокие Дикие времена Так что Несколько Таких Непривычных Моментов Тем не менее Лучше мода К сожалению Я не нашел На Александр Есть другие Моды Под другим Эпохам Трое И другие Мы будем Их пробовать Будем Мне кажется Их проходить Несмотря на то Что Рим 2 Выйдет Сомневаюсь Что скоро Появятся Какие-то моды На него Вменяемые Поэтому Все же Рим 1 Будет еще актуален Мне кажется Несколько лет Как минимум Однако Однако Я еще и рассматриваю Вероятность Некоторых модов По римской эпохе На движке Медевил Но это посмотрим Это все будущее По крайней мере С Александром Вот решили Что пройдем Мод Короткую кампанию Ну это я опять же Предполагаю Насколько я посмотрю Я запишу Изначально Там первые Несколько серий И посмотрим Как оно пойдет И будет Так что Вот такое просвещение Как бы В отношении Дальнейших планов По Именно этой серии Рим Total War Окей Мы работаем Что мы работаем Мы стреляем Расстреливаем врага Со стороны И теперь Наша задача Атаковать Атаковать Каким-то удобным образом Я даже не знаю Куда и кого Атаковать Чтоб мы не попали В ловушку Было бы неплохо Нам набегами Так Захватывать Врага Чтобы наносить Ему ущерб Ну а потом Собственно говоря Посмотрим Как пойдет Так Легкая конница Вполне подходит Как Цель атаки Не знаю Что у нас Не получится Но давайте Попробуем По крайней мере Да Готово Есть Побежали Замечательно Но к сожалению У нас Вы видите Ай Один кавалерийский Отряд Реально Потерялся Да Так Назад 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 Дружище Ты слишком Опасно Нет Твоя задача Копьенос Серды Да блин Же постоянно Их с крестьянами Путаю Не Ну у нас конечно Шансы тут были Изначально Нулевые Это понятно Хотя Блин Все я упустил Смотрите Уже окружили Один наш отряд Не Слишком большое преимущество Тут Тут без вариантов Конечно же Без вариантов Было Такое уже Мое самодовольство Это ну Элементарно Как раз Сам адон Нашествие варваров Приводит Такому самодовольству Когда вроде бы Эти несколько стеков Можно перемолоть Небольшим количеством Кавалерии Реально Вы видели Как мы расправились Быстро с франками Без всяких усилий Фактически В этом то и огорчение И в этом Некий интерес Теряется Потому что ты знаешь Что там где то Тебя ждут моды Хардкорные моды Где трудно воевать Где Есть сложность Где есть риск Где есть какая то Изюминка Вот это все Привлекает Так ладно Понятно Зря мы полководцев Потеряли Надо было отступить Сразу сдаться Но я имею Право позволить Себе экспериментировать Уже на данном Этапе игры Чтобы понять Что как Чему И вообще Мне интересно Понять В какую сторону Стоит Работать Для того Чтобы исправлять Интеллект Вообще Эта тема Очень интересная В отношении Интеллекта Мододелом Стать Конечно У меня наверняка Не получится Не хватает Усичивости И терпения Но тем не менее Сама по себе Тема интересная Да хорошо Уже победили нас Хорошо Договорились Друзья Ничего Мы сейчас Пригоним армию Ребята Вы пожалеете Хотя Это я должен Жалеть Что провожу Такие глупые Эксперименты Да Перейдем К германариху По другому Эрманарик Херманарик Короче Вождь Аздготов Одного из Снова же Аздготы Вездготы Это римское название Союзов племен Стоит напомнить Мне вам То есть Самоназвание Например Если у Алланов Есть самоназвание Асы Ясы Которые везде Во всех языках Фигурируют И фактически Отображают Реальное Самоназвание То Аздготы Вездготы Это уже Больше Искусственно Историческое Название Которые Придумали Те Письменные Цивилизации Которые Наблюдались За прогрессом Развитием Этих Племен Окей С этой ерундой Разобрались В принципе Как бы Вот так Да что же Вы успокойтесь Уже Что вам не нравится Вот смотрите Армии прибыли Ваше распоряжение Еще успокаивают Чем примечателен Германарих В первую очередь Вообще там В нескольких Предложениях Буквально Его Орды Надвигаются Сильно я боюсь Ваших франков Первую очередь Тем Что Как свидетельствуют Некоторые историки В частности Ордан Он вроде бы Как владел Государством Которое распространялось На всю Восточную Европу Чуть ли не До Урала Это очень спорное Утверждение Потому что На самом деле Вот эти вот Культуры Которые потом Исследуются Археологически Это не подтверждается То есть Черняковская Культура Например Не находит Своего распространения В Балтии Где-то еще Как по свидетельству Иордана Вроде бы У Германариха Территории Были в подчинении Однако Это не может Одно другое Отрицать Почему Потому что Как вы помните По франкам Всего лишь Несколько тысяч Этих Войнов Содержали Фактически Громадное Государство И не являлись Как таковым Преимущественным Населением Этого государства То есть Вполне возможно Что У Германариха В подчинении Эти земли Могли быть То есть Племена Элементарно Платили ему Дань Были в подчинении Однако Не Являлись Теми же Остготами То есть Одно другое Не отрицают Как мы уже знаем По привычкам Этим Военной демократии Переселяющихся Племен Это никак Не исключает Громадное Владение Вот этими Вот Просто Колоссальными Территориями Если на то Пошло Однако Чем он Как бы Примечателен Как правитель Мы не сможем Узнать Потому что Данных Как таковых Нет Единственное Что он Вошел Уже больше По средневековым Письменам В историю Как Такой себе Образец Тирана Снова же Подтвердить Или опровергнуть Это Был ли он Тираном Или нет Невозможно Данных Не существует Единственный Момент Который Как бы На который Указывают Конкретно Конкретно Указывают Историки Это то Что Германарих Действительно Правил Скажем так Жесткой рукой